здравия всем вы находитесь на канале марка елена диригетти я вам сейчас расскажу что со мной случилось вот что со мной случилось короче две недели назад у меня начал реагировать зуб передний передний зуб первый верхний слева на горячее холодное но он у меня 10 лет плюс минус год наверное может быть даже 11 лет так 10 11 лет был отломленный прям краешек уголочек или семечками сносился или что непонятно и мне его нарастили поставили пломбу видно пломбочка сносилась и начал поступать до нерва вот вот это вот температурные ощущения то есть горячее холодное он у меня реагирует и марка смотрит то что я через трубочку чай кофе пью что с тобой случилось а я иногда раз когда кушаю потому что пища горячая и получается так что у меня реагирует а тем более это не просто там на какой-то бог сложить это все это все напереди чё ждем иди значит возьми аппантамент дать к дентисту аппантамент на время лечения назначение лечения я говорю ну хорошо пойду и тут смотрю у меня идет как бы я с одной работы на другую остается минут наверное 35 и 15 минут до работы успеваю успеваю заезжаю говорю мне нужно взять время на лечение зуба что с вами случилось я говорю ну вот зуб реагирует на горячее холодное болезненные ощущения я говорю ну да болезненные ну хорошо в 10 часов сможете прийти а это было восемь пятнадцать восемь двадцать а мне восемь тридцать на работе быть я говорю нет я в десять не могу а вот только после часа говорят время больше нету давайте мы вас сейчас посмотрим один клиент отошел другой еще не подошел вот здесь вот есть какой-то окошечко не обсадил доктор с одной стороны медистрат другой дентист посмотрели ничего не нашли как бы глазом яма на мой какой-то изъян давайте сразу снимочек сделаем тут же значит на меня фартук свинцовый положили пальцем придержала снимок сделали в компьютер выставили я тоже же вижу все зуба нормально себя показывает то есть корешочки и нервы вот эти вот с корешками и зубы в общем то никаких вот таких черных изъянов нету да видно пломба будем удалять нерв я подождите как будем удалять нерв но он же у вас болит и вот это вот наверное ключевое слово он у вас болит но болит как может болеть по-разному да если там кариес или пульпит и ты не ночь не спишь у тебя отек вот это я считаю болит а это вот он не болит он просто реагирует то есть не больной зуб нерв открытый нужно просто как бы положить может быть какое-то лекарство успокаивающее и запломбировать показалось что так надо лечить зубы не заинтересованы они здесь зубы лечить сразу удалить нерв и вот это вот когда он мне сказал болит и и я смотрю на часы я опаздываю на работу спорить не стал потому что в 2 дуды слева справа на тебя давит вот эта система здравоохранения непонятно здравоохранение а тут же укол мне садили рассверлили в такой щеточкой но не щеточкой такой тонкая иголка какая-то вот шершавая поводили я тут то чувствую то не чувствую сижу с ртом открытым временную пломбу поставили я приехала на работу приехала на работу ничего не чувствует марк позвонил говорю уже все рассверлили как так быстро вот как тебе вот удачно у тебя все сложилось я бы какой удачно я говорю мне нерв удалили он бы я по себе все нервы удалил чтоб уже и не болели я горят и знаешь что после удаления нерва зуб не получает питание то есть если не получает питание то он постепенно начинает разрушаться то есть 5 10 лет зуба нету вот такая вот у меня грустная история друзья лоханулась я вот так хоть и как говорится зубной пастой очень редко если только раз в месяц пользую пользовалась зубной пастой теперь я вообще после последнего информации то есть увидела что дебилизм от зубной пасты я так думаю что это не про меня у меня дебилизм не после зубной пасты потому что я не пользуюсь я пользуюсь самого детства зубным порошком нашим особым или мятным то есть кто-то едет в россию я первым делом запрашиваю меня чтобы не привезли зубной порошок когда уже кончается у меня и никто мне не привез я просто чищу зубной щеткой но не чищу допустим три минуты на одну стороне это чищу пять минут для того чтобы как говорится очистить кстати этот мне врач когда я последний раз у него была полгода назад он мне значит три зуба полечил но там получалось что нужно было последний зуб мне корешок выдернуть едва полечил и назначил мне чистку чистку вот этим вот таким водой марка ходит в два года раз чистит хотя доктор ему говорит нужно раз в год ходить я говорю нет я не буду чистить я отказываюсь от этой процедуры по той простой причине что я вижу как марка потом страдает ему целую неделю надо чтобы десна зажили там потом полоска это те этот рот всякой гадостью неприятная штука такая вот вроде как освежает во рту а с другой стороны кто знает что там влили что там насыпали какие химикаты ну и в общем я думаю лучше вообще раньше ну как вот да может быть и и не обходились как-то без врачей мучились какими-то проблемами но все равно я считаю что это излишне хотя вот наблюдаю по интернету какие-то передачи что люди идут на эту процедуру и частенько наверное идут но дело хозяйское то что вот я сказала может быть это кому-то пригодится информация то что зубы разрушаются и то что врачи ну как бы стараются он говорит ну мы идем в отпуск а вызвать с такой болью типа он обо мне постарался чтобы у меня не болело нормально вообще на себе позаботился чтобы у него и через какое-то время опять случилась проблема зуб разрушился мне нужно вставлять здрасте доктор я к вам опять клиент постоянно кому понравилось видео ставьте лайки подписывайтесь на канал и смех и грех вот такой дебилизм у нас в швейцарии с вами прощаюсь желаю вам здоровья и удачи